вот 165 миллиампер потребляет сегодня горит кто-то снимаю на вторичную мотки трансформатора на моталке 100 килограмм вот такие импутсы идут а Продолжение следует... Скважность немножко уменьшу, вот я уменьшаю, увеличиваю скважность, амплитуда падает, уменьшаю скважность, амплитуда растет, вот 22 мА стало, вот она вторичная обмотка, закорочу тут резистор, 23 мА, откорочу 22 мА. Вот я полностью уменьшу скважность, чтобы ничего не было, чтобы бутылка не работала, она не работает. Вот потребление 13,4 мА. Подключено вот по такой схеме, как эта точка. Один начало тут подключается, а другое начало тут тогда. где-то в 2-3 раза меньше потребления, чем как если в эти две точки, при той же самой скважности. на первичной обмотке тоже тот самый. Вот я теперь подключу на первичную обмотку примерно тоже тот самый импульс, тут никаких колебаний нет. Тогда вторичная обмотка подключена. Скважность подкручу. 76 мА. Тут меньше амплитуды, нужно радиотку поменять. вот тут тоже тот самый импульс, ничего особенного. вот идет импульс. Тут вроде бы немножко приподнимается напряжение питания, потом опускается, но все равно тут потребляет больше, чем подает. вот. 77 мА. я закручу. я закручу этот 0,33 вон резистор, который вот тут у меня и вместо 22 мА стоит, а вместе на 22 мА. Вот как будет потребление расти. я закручу его тело до 92 мА подрослым. Откручиваю 78 мА. Меньше немножко его длительность. Вот когда увеличивают длительность вот так вот. Получается вот уменьшали 18 мА. вот теперь откручиваю колечную работу, скажу, что там происходит. Вот откручиваю 19 мА, потом она постепенно падает. вот 18 мА, уже 17 мА. Потому что конденсатор пока заряжается. Ну и вот какая тут остелограмма. Вот сперва идёт импульс, потом идёт выброс обратно ЭДС, потом ещё вот такой, ещё один импульс. Ну и потом затухающие колебания. Как я и рисовал раньше. Что тут нужно увидеть? На всех обмотках однотипно и одинаково всё то же самое. Какую обмотку и на каком сердечнике я ни в трансформаторе не смотрел. Везде тот самый импульс и ничего там нет такого другого. там один говорит, там какой-то макалюзи нарисовал. Говорит, что там нужно это получить, хотя там совсем не соответствует, по-моему, действительности. Вот те увеличивают длительность. Вот просто обратно ЭДС растёт. Вот уменьшаю. Сейчас нажимаем снизу. Шкалу меньше, чтобы показать, как обратно ЭДС растёт импульс. Так, чтобы только конденсатор не взорвался. Вот перед заряда светодиодик яркий, горит условно. Вот растёт, растёт. Дальше не растёт, уже видимо в полевой транзистор упирается. Вот что там надо увидеть. Малая сложность, малое потребление, но всё равно больше потребляет, чем отдаёт. Первичная обмотка оригинальная, вот этот толстый провод. Я и посчитал, сколько там витков. Там было 13 витков. Я вторично три раза больше 39 витков намотал. Первичная. Она вот тут одним слоем была вот так вот отсюда да сюда где-то намотала. И поверх одним слоем по тоньше проводом я намотал вторично виток витку. Немножко как я клеил половинки, они неправильно склеились. Тут в одной стороне зазорчик есть маленький. В этой половинке. Но так как там в середине уже есть зазор, так вроде бы этот зазор не должен как-то особо влиять. Так что не знаю, может вон замёрзнет. Может нужно на половинках мотать. Первичную и вторичную. Потому что как-то тот человек говорит, который вроде бы он говорит, что здесь повторил этот. Ну как. Вроде бы он повторил его. Получил. Сделал самозапит. Вроде бы он говорит, что нужно мотать с тонким проводом. И как я понял, одна обмотка мотается, потом вторая. То есть не на половинку. Конечно, если он не обманывает. И говорит, что тонким проводом. Но по идее или тонким или толстым это, по-моему, не должно какую-то разницу существенную вносить. Просто даже ниже КПД с тонким проводом. Если нужно просто меньше сопротивления обмотки сделать, просто поставить вот тут резистор. Никаких ни один кило Ом, ни один Ом поставить, никаких 5 Ом и будет то самое, что тонким проводом намотано. Просто если тонким проводом намотано, то только одна такая особенность есть, что тогда, если одним слоем одну, потом вторую, то они ближе друг к другу прилегают. Лучший магнитный поток передается с одной на другую. Только вот такая особенность. Когда они разъединены, как бы больше вихревых топов будет ниже немножко пропадает. Как бы не так хорошо передается магнитное поле от одной обмотки во второй. Но вот тут на кольце где-то там. Ну он там в термоусадке какой-то там тоже делал. Причем это термоусадка лаковым проводом, по идее, лучше должно быть. Этим таким вот проводом. Тут вот вообще толстый провод. Ну тут даже если не 0,75, так 0,5. В общем вот в этом там напутал по-моему это. Говорил, что 0,75 все это визоляция. Диаметр. И вообще-то все без разницы. Не визоляция, не визоляция. Можно лакомотать. Лакомот, по идее, должно быть самое лучшее. Самое меньшее сопротивление, потому что там многое изоляция занимает место. А так потери просто будут происходить на сопротивление. Но так как тут все равно резисторы стоят, можно просто варьировать резисторы и добиться какого надо сопротивления. То самое, что обмотку. Другим проводом намотано. Вот тут вот получил какой-то второй импульс вылазит на определенной длительности. Вот 37 миллиампер потребления. Это с подключенной вторичной обмотки. Вот как вроде бы показывал тот человек. Вот как он там показывал импульс, потом опять импульс. Может он совсем не то показывал. Он показывал, что этого нужно добиться на без вторичной обмотке. Это я частоту повысил. Вот отключил вторичную обмотку. Посмотрю, что будет. Вот когда отключил вторичную обмотку. Уже нет этого импульса. Есть вот тут, в эту сторону. Он 25 миллиампер. Вот как бы такой. Но он в другую сторону. Но там он вроде бы показывал, что в эту сторону. не так. Мы прям со мной. Оно виноват это импульс. У нас теперь уже нет. Частоту поднимаю, если это не самая высокая. Это самая высокая. Этому складу у нас уже больше не удается уменьшить. Мы 260 миллиампер. Вот 30 миллиампер. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Я не знаю, чего тут нужно добиваться. Тут на вторичке и на первичке, когда они все подключены. Такое, если скваженность мало, такие прямоугольные импульсы идут на первичке, на вторичке. Тут вообще не ясно, как тут найти эту чистоту. Чего тут нужно добиться. Чем выше длительность, просто выше потребление. Чем выше потребление. Чем выше потребление. У нас уже две недели. Чем выше поворачиваемся. Двasted сто. Оно. Проще. about 3. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...